Всем привет! Новое видео на канале и сегодня мы установим в конце 2019 года стекло на iPhone 11. Давайте посмотрим. Я начинаю. Поехали! Понятная и простая домашняя инструкция, как правильно установить стекло. Давненько сам не устанавливал, не знаю, накосячу или не накосячу. Всегда говорил, говорю и буду говорить, что для грамотной и правильной установки стекла, да вообще любой поверхности, точнее любого материала на любую поверхность, это грамотно зачистить. Что нам в первую очередь надо? Нам нужна хорошая, вот по типу такой микрофибры. Лучше всего покупать, если это вы делаете часто, лучше покупать эту штуку для защиты непосредственно, точнее очистки очков. Там она наиболее высококачественная, не расставляет разводов и, в общем, у китайцев иногда бывают косяки. Вот такой вот стикер нужен для того, чтобы если что у нас убрать пылинки и, может быть, в комплекте понадобится вот такая вот спиртовая салфетка. Собственно, телефону несколько дней от роду. Про телефончик будет отдельное видео. Скорее всего, будет небольшой такой разъеб, извиняюсь за такое выражение. Почему разъеб? Ну, потому что есть у меня претензии к компании Apple и, в частности, к iPhone 11. Немножко не того я ожидал. Но в большей степени, в принципе, масс-маркет и большинству пользователей, это особенно, особенно Apple. Дрочеров, как вы можете так заявить, сейчас или потом, это более чем достойная модель, замена XR. Но, опять же, спорно, двояко и я не знаю, за что тут платить те деньги, сколько он стоит. На 256 гигов, а это именно такое, как у меня, стоит порядка 74-76 в официальной рознице и от 67 на сером рынке. Поэтому нужно понимать, что за эти деньги это телефон, который имеет свои компромиссы. Но, опять же, у него есть и свои плюсы, потому что невозможно сделать продукт, чтобы у него не было плюсов. Итак, давайте по установке стекла. Что нам нужно сделать в первую очередь? В первую очередь нам нужно подготовить поверхность. Не устану повторять, что она должна быть хорошо зачищена, особенно по краям устройства. Почему? Потому что в основном примыкание у большинства стекол сейчас идет по краям. Есть стекла в полной поклейке, full glue, так называемый, то есть полный клей. Но, чтобы у нас не было проблем в виде непримыкания по краям, нам надо вот как раз-таки то, чем я сейчас занимаюсь. Еще на телефоне хорошее заводское олеофобное покрытие. Тут спора нет, оно очень быстро очищается от всевозможных физических факторов в виде отпечатков пальцев. Поэтому протереть стеклышко нового телефона не составит никакого труда. Потом берем само стекло, делаем вот так. Почему так? Потому что я убираю остатки антистатической пыли. То есть они иногда примагничиваются непосредственно к основанию самого крепления стекла. Еще раз протираем. Причем, может быть, вам видно, может быть, не видно, но, скорее всего, не видно, потому что, снимая вечером, у нас есть определенного рода проблемы. Проблемы в виде... Так, выравниваем стеклышко по положению датчика. Потом ровняем стекло по периметру самого телефона, чтобы со всех краев было плюс-минус одинаково. Я вижу, что у нас уже неровное примыкание, потому что не совсем ровно оно легло на... Точнее, не с одинаковой толщиной... С не с одинаковым отступом от края до края это все легло. Стекло это хоть и фулл-глю, но для непосредственно чехлов. То есть, чтобы вы могли свободно пользоваться вместе с таким стеклом, чехольчиком. В принципе, после того, как вы устанавливаете стекло на... Кладете на подготовленную поверхность, если стекло качественное, дальше оно всю работу выполнит за вас само. Да, я немножко подустал от стекол. Я это заявил в одном из последних видео про пленку 360. И отвечая на вопросы, если вы не посмотрели, пожалуйста, посмотрите. Декабрьское видео 2019 года на канале GadgetMoney. Чем отличается полиуретан от винила? Во-первых, полиуретан более прочный материал, соответственно, более дорогостоящий. Во-вторых, полиуретан не желтит со временем, не покрывается желтым таким цветом. Точнее, сам не становится желтым. Прочность больше. Толщина может быть меньше, но при этом, опять же, прочность больше. И, собственно, наверное, ну вот из этого ценовая политика, что вот 500 рублей. Многие, конечно, бомбят, говорят, что это не совсем так, как это говорит производитель и говорит поставщик непосредственно по стеклам. Вот смотрите, стекло, в принципе, легло очень-очень хорошо. Единственное, у меня претензия к самому стеклу. То есть у него есть какая-то одна микро-микро царапина на самом стекле, потому что на стекле телефона нет. Но я допустил ряд ошибок. Сейчас я вам покажу. Вот установлено стекло. Казалось бы, все идеально. Тут и не поспоришь. Если мы будем смотреть непосредственно на разъем, точнее на отверстие возле динамика, то мы будем видеть не миллиметровую подгонку. То есть я не совсем ровно положил стекло. Вы должны это понимать. Отдает вот таким вот синеньким оттенком, видите? И непосредственно антиблик. Телефон сейчас выключен. Антибликовое покрытие. То есть, в принципе, вариантов два. Оставить так или переклеить. Нужно ли ловить? Потому что оно очень удачно село по ширине отступа с каждой стороны. Но не совсем удачно село. В плане вот здесь вот чуть-чуть больше, чем вот здесь. Хотя, в принципе, может оно так и надо. Потому что там, ну, ловить можно на самом деле один миллиметр. Я сейчас посмотрю более внимательно. Смогу ли я что-то сделать? Да, скорее всего, я приподниму сейчас стекло. Сейчас я его протру. И у тебя получается более-менее нормально, когда делаешь себе. Как поднимается? Ну, в моем случае, вот так вот аккуратненько, аккуратненько, без лишних движений. Нам надо не нарушить геометрию непосредственно по ширине и по отступам по краям. Не касаясь пальцами внутренней части стекла, аккуратненько, пытаясь не пустить туда. Так, чик. И правил прям. В принципе, я вам продемонстрировал, что стекло можно и нужно поднимать, если вы поймали какой-то косяк во время установки. Единственное, что это достаточно геморройно, если у вас нет опыта. Но, если вы покупаете стекло на Алиэкспрессе, ссылки, кстати, будут в описании, матовые, они стоят там копейки, порядка 100 рублей, то покупайте сразу несколько. Во-первых, они доезжают и у вас будет не всегда целыми, иногда битыми. И у вас будет шанс, что из двух стекол, к примеру, одно будет не битое. Или из трех стекол два будет не битых. Все, примыкание у нас есть со всех сторон. Смотрим у нас толщину установки слева-справа. Можно было, конечно, еще влево. Там позволяет. Можно еще поднять разок и увести влево. Надо будет смотреть по фронтальной камере буквально миллиметр. Мне нравятся матовые стекла, они гораздо лучше, чем ленин. Не всегда получается их прикупить. В принципе, наверное, на этом все. Так и оставлю. Сейчас, чтобы вам было понимание. Вот так вот установлено стекло на iPhone 11 в декабре 2019 года. Дешевые и надежные стекла. Уже есть 10D, но они толстые. По ссылке в описании выбор любых стекол матовых на iPhone 11. И не только на iPhone, на любые, в принципе, iPhone. И получится вот такой вот результат. На цветопередачу это никак не влияет. Ну, давайте я сейчас включу аппарат. На передачу это никак не влияет. То есть черный остается черным. IPS-матрица. У меня есть к ней претензии. Стыдное решение экрана 1376 на что-то-то там. Ну, как сколько-то пикселей, короче. Ну, даже не в Full HD. Но это Retina 325 точек на дюйм, если я не ошибаюсь. Вот такое вот у нас изображение. Мой котейка. Поэтому ничего не происходит именно вот так вот на максимуме. Ну, на максимуме вообще жестко, конечно. Вот так вот. Самое клевое. В конце получилось то, что получилось. Мне нравится. Очень приятное на ощупь стекло. Оно матовое и оно практически не оставляет отпечатку пальцев. Такое же стекло будет по ссылке в описании. Вам, друзья, большое спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Обязательно пишите в комментариях Дональд Дак, если досмотрели до этого момента. И обязательно проходите в комментариях. Я вас жду, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания. И смотрите другие мои видео. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.